46-летняя американская оскароносная актриса и посол доброй воли оон анджелина джоли приехала в украину и сразу же привлекла к себе внимание жителей львова которые не могли поверить в то что видят перед собой мировую знаменитость джоли осудила нападение рф на украину в первые дни войны джоли зашла выпить кофе в заведение львовские круассаны ничего особенного просто львов просто зашла выпить кофе просто анджелина джоли просто украину поддерживает весь мир подписала видео с мировой знаменитостью журналистка подгородецкая которая по чистой случайности оказалась в том же кафе джоли появилась в повседневном образе в серых брюках свободного кроя и мешковатом свитере образ дополнил черный рюкзак затем актриса пообщалась с украинцами в том числе и с беженцами которых во львове сейчас очень много анжелина джоли встретилась на львовском железнодорожном вокзале с переселенцами а также поговорила со специалистами и волонтерами которые оказывают им помощь анжелина общалась с украинцами на улице и позже посетила центр волонтерства где оказывают медико-психологическую помощь цитата я понимаю что детки в шоке и это очень травматично для них но знание что есть кто-то кому не все равно помогает детям понимать что их жизнь имеет значение сказала джоли в поддержку волонтерам в украине отметив что они отдают частицу себя помогая справляться людям с их эмоциями сети появилось видео как она разговаривает с одним из тех кто бежал от войны держа его за руку джоли во время беседы не смогла сдержать слез что сфотографировали сняли на видео очевидцы она встретила пассажиров эвакуационного поезда из покровска донецкой области в одном из медучреждений анджелина джоли навестила детей пострадавших от ракетного удара военных рф по вокзалу в краматорсте и очень растрогали их рассказы одна девочка даже смогла лично рассказать госпоже джоли о своей мечте пишет председатель львовской ога максим козитский также госпожа посол посетила школу-интернат общалась и фотографировалась с воспитанниками пообещала что еще приедет говорила с людьми которым удалось уехать из зон активных боевых действий выслушала истории эвакуированных которые рассказали что из-за террористических действий россии потеряли все глава львовской областной государственной военной администрации о в а максим козитский на своей странице в фейсбук сообщил что визит джоли стал неожиданностью цитата для всех нас этот визит был неожиданностью многие люди которые увидели джоли в львовской области не могли поверить что это действительно она но с 24 февраля украина показала всему миру что у нас много невероятного это очень ценно что у нас есть поддержка от людей такого уровня обязательно победим конец цитаты добавил козитский анджелина джоли написала что молится за людей в украине и сообщила что вместе с коллегами из управления верховного комиссариата организации объединенных наций по делам беженцев занята организации помощи беженцам цитата как и многие из вас я молюсь за людей в украине я и мои коллеги сосредоточены на том чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе мы уже видели сообщение о жертвах и людях которые начали покидать свои дома в поисках безопасности еще слишком рано знать что произойдет но значение этого момента для народа украины и для международного правопорядка невозможно переоценить конец цитаты джоли опубликовала фото из украины кадр сделанный во время эвакуации из ирпеня а также снимок из киевской области с 13-летним украинцем который пострадал во время обстрела российскими оккупантами актриса также показала фото ребенка который борется с раком вынужден прятаться в бомбоубежище в онкологическом центре цитата наряду с миллионами людей которые бегут за пределы украины около двух миллионов человек перемещены внутри своей страны многие из них оказались в ловушке боевых действий лишены доступа к помощи находятся в прямой физической опасности без прекращения войны дети заплатят самую высокую цену травмами потерянным детством и разбитыми жизнями конец цитаты написала джоли в публикации анджелина в stories instagram 14 марта обнародовала фото беременной украинке пострадавшей во время бомбежки российскими военными роддома в мариуполе джоли разместила ссылку на американское издание the washington post беременная женщина умирает со своим ребенком в украине ее фото сделано после бомбежки роддома в мариуполе шатировала мир говорится в заголовке я не буду показывать вам это фото потому как она слишком шатирующие на странице управления верховного комиссара организации объединенных наций по делам беженцев в instagram размещено сообщение о том что организация активизировала деятельность в украине и соседних странах цитата гуманитарные последствия для гражданского населения будут разрушительными в войне нет победителей но бесчисленное количество жизни будет разорвано на части мы уже видели сообщение о жертвах и людях которые начали покидать свои дома в поисках безопасности конец цитаты сказано в заявлении вместе с призывом оказать помощь организации еще в 2001 году анжелину джали назначили послом доброй воли управления верховного комиссариата оон по делам беженцев с тех пор она побывала в сьерра-леоне танзании код де-евуаре камбоджа патистане намибии и таиланде сейчас анжелина активно поддерживает украинцев в их борьбе с российской агрессией в частности беженцев и занимается организации помощи для них на ее странице в инстаграм много публикаций посвященных происходящему в нашей стране напомним также что анджелина джоли навестила украинских детей в итальянском госпитале джоли посетила крупнейший педиатрический центр в италии и старейшую детскую больницу в риме здесь проходят лечение украинские дети которые были вынуждены покинуть свои дома и страну когда 24 февраля путин начал полномасштабное вторжение россии в украину актриса пообщалась с маленьким украинским пациентом который борется с раком она также встретилась с врачом и медсестрами которые заботятся о беженцах по оценкам юнисеф 2 миллиона детей беженцев потянули украину с начала войны еще два с половиной миллиона были перемещены внутри страны отмечается что 60 процентов украинских детей были вынуждены потянуть свои дома стоит отметить что кроме джоли украину после начала войны также посетили американские режиссеры кэри фуканага и шон пэн на нашем канале мы следим за всеми происходящими событиями связанными с войной в украине подписывайтесь будем делать это вместе до новых встреч